Машина Она заглохла Потом я ее включил, она заработала Потом опять заглохла Пошел белый дым, потом черный дым Потом пошли языки пламени с правой стороны Вот И начался пожар Так как дело все в пробке было Что людей очень много подбежало И справа, и слева, и заправка была рядом Там взорваться могла Люди со своими огнетушителями Человек, наверное, 8-10 Прибежали, тушили У меня с собой вода, канистра воды была Вот, они мои Та, которая вода сзади была Тушили, в общем, можно помочь Помогло то, что большой огнетушитель С бензозаправками притащили И это спасло машину Три различных экспертизы Показали, что пожар произошел По причине дефекта завода-производителя Конструктивного или технологического Однако, Зареченский суд Отклонил иск о компенсации Стоимости машины и морального ущерба Компаниям Бавария Авто И ООО А17 Сейчас дело находится на обжаловании В Труйском областном суде После происшествия мы, естественно, подали суд Иск в Зареченский суд Нам помогала адвокат Елена Александровна Протасова Очень грамотный специалист Вот Судья Такое впечатление складывалось, что была на нашей стороне Чисто вот как по-житейски По-видимому, можно представить ситуацию Когда и с твоей машиной что-то подобное может случиться Был разговор о том, чтобы мировое соглашение заключить с нами И, ну, там сумма, допустим, получалась немного меньше, чем мы просим Вместе с моральным вредом Но в результате судья неожиданно объявила о том, что в иске Васильевой отказать Уже почти три года супруги Васильевой не могут получить свои деньги за сгоревший автомобиль За это время были потрачены немалые средства и на экспертизу, и на адвоката Когда Татьяна Алексеевна узнала о том, что автомобиль, в котором ехал ее муж, загорелся У нее отнялись ноги Супруги говорят о том, что если они выиграют суд, это создаст прецедент Что, конечно же, принесет компании большие убытки Поэтому выиграть дело им будет крайне тяжело Продолжение следует...